Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Бешалах заканчивается, пятница. И, кстати, чтобы не забыть, в этот шаббат всем рекомендуют каббалисты, древняя традиция, кушать гречку. Итак, выпадение Мана в пятницу на два дня показывало нам, что необходимое питание и существование Бог обеспечивает без работы в субботу. Вот это очень важный момент в жизни. Наоборот, говорят у евреев, что заработок всю неделю посылается, чтобы в субботу отдыхать. Более того, каббала говорит, что деньги, заработанные в шаббат, не принесут пользу ни в этом мире, ни в следующем. Я расскажу короткую историю, которую рассказывал человек один из Москвы. Я, пишет, трудился в союзе на одном предприятии, отдавал половину заработка за то, чтобы придя в субботу в цех не работать. Был счастлив. Рядом такой же рабочий еврей, работал в субботу и даже сверхурочно. У меня было четверо детей, у него трое. Я покупал кошерное мясо по 5 рублей за килограмм, он не кошерное по 3. И вот мы встретились сегодня, когда вместе уехали в Израиль. Кто у кого занимает? Он у меня. Спрашиваю, а где же деньги, заработанные в субботу? Он говорит, что сгнило, что пропало, что на врачей ушло. И точно то же я слышал от многих людей. Кстати, он тут же рассказывает историю американского одного еврея, который такой же историей. Его отец соблюдал заповеди, 30 лет работал вместе с другим нарушавшим. И вот как-то за столом они разговаривают. Он говорит, послушай, уважаемый Гольд, так звали отца этого человека. Задумчиво там, говорит еврей, работавший по субботу. Как это получается? Субботы и праздники, это примерно шестая часть года. Значит, я в год зарабатываю на 2 месячные зарплаты больше, чем ты. За 6 лет, это на целый год больше. За 30 лет, что мы работаем вместе, я получил на 5 годовых заработков больше. Я не понимаю, питаемся мы одинаково, одеваемся одинаково. Только ты сидишь, поешь песню в субботу, а я вкалываю. Где мои деньги за субботу? Говорят, говорят, что у того, кто нарушает субботу, деньги уходят на врачей, адвокатов и другие неприятности. Не дай бог, конечно. Есть благословение только на деньгах, написано каббала, заработанных без нарушения субботы. Вот так и надо понимать слова. И благословил Господь день седьмой, осветил его. Эта конкретная суббота уникальная. Она не связана ни с какими праздниками, потому что именные такие субботы не с праздниками связаны. Но имеет специальное название. Это шаббат широ, суббота песнопения. Один из его отрывков называется «Песнь моря». В честь великого чуда рассечения Красного моря, Маше и сына Израиля пели песни, проставляли Всевышнего. Надо сказать, что в этой песне особенно отличающая ее от других. В конце песни Бесалах написано, даже давайте не так, женщины впервые вышли вместе с мужчинами петь песню. Никогда раньше этого не было. Женщины взяли медраж, написано, взяла Мирьям, Тимпан, вместе с женщиной вышла. А почему? Что такое важное? За этим хором женщин скрыто сказание о вере. Медраж говорит, что когда мужчины в Египте впали в отчаяние, от сознания безысходности, и голод стал невозможным, и решили, что не надо иметь детей, женщины не отчаялись. Они хотели выходить замуж, создавать семью, рожать детей. И можно сказать, что исход евреев из Египта произошел благодаря женщинам. Ибо если бы не их вера и не их оптимизм, никакого выхода из Египта не было. Поэтому, чтобы подчеркнуть силу женщин, эту субботу называют Шаббат Шира. И еще, для того, чтобы помнить всем о стойкости и могуществе тех людей, которые жили в то время. Короче, в заслугу праведных жен. Своих спасены были наши предки из египетского рабства. И также в заслугу сегодняшних женщин придет избавление. И случится это, наверное, буквально, может, сегодня. Если говорить просто, то суббота это, по еврейскому понятию, это 8 марта. Женский день. Мужчины, делайте выводы. Кстати, просто уже для общего понимания. У пения есть преимущество перед речью. Вы, слушав чьи-то речи один раз, вы вряд ли захотите слушать их снова. А если кто-то повторяет их, то начинает вас даже раздражать. Музыка же воздействует совершенно по-другому. Когда певец заканчивает исполнение, там прекрасной музыки, публика кричит, браво, бис. То есть зрители желают вновь послушать эту же песню. И в то же время никто никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь услышал и выслушал лекцию, сказал, повторите, пожалуйста, лекцию еще раз. Тут надо понимать все, что происходит. В этой недельной главе, к сожалению, мы не сильно успели. Есть еще потрясающий рассказ об Амалеке, враге Израиля. Чтобы разгадать загадку Амалека, надо понять, что наши недостатки дают силу нашим врагам. Амалек это первый народ в мире, у которого не было вообще Бога. Был и Бог у Амава, у Амона, у кого хочешь. И только он сказал, нет, у меня Бога нет, и я сам воплощение Бога на земле. Кстати, Аман, его потомок, сказал, все должны мне кланяться, потому что я Бог. Так вот вопрос, когда мы обсуждаем эту тему. Ну, неужели у нас живет такой же недостаток? Неужели мы представляем себя какими-то там великими? Нет, мы не дошли до того, чтобы объявлять себя Богом. И все же, мы нередко выдаем свои планы за планы Всевышнего. Свои мысли за Его мысли. И таким образом ставим себя на Его место. И это очень и очень плохо на нас влияет. Амалек, то есть враг Бога, появляется тогда, когда мы либо не верим, либо делаем себя Богом. Надо помнить обязательно еще, что отрицание чудес – это полный отход от веры. Поэтому мы должны верить в рассечение моря. Итак, у нас осталось немножко. Я расскажу то, что в прошлом году рассказывал, еще одну вещь. Евреи подошли к морю. Маше распростер свой посох. И море сделалось сушь и разделилось. В этот момент все рыбы разбежались от страха. Нашлась одна чересчур любопытная рыба, которая хотела посмотреть, как это он рассекает море. Ее постигла та же усечь. Она была рассечена на две половины, которые существовали как две самостоятельные рыбы. Они стали плоской и тонкой. Их внешний вид передался потомкам. Одним из видов которых является камбала. Название этой рыбы в Израиле можете выяснить у людей. Рыба Маше Рабейну. Брахава Цлаха. Хорошей субботы. Всего самого-самого лучшего.